Отключите. Благодарю за демонстрацию. У нас сейчас время Игнатия Тихоновича. Мир вам, Игнатий Тихонович! С миром, брат Александр! Вот смотрите, я немножечко не понял здесь. Вот брат Александр Шацкий нам привел... Сейчас скажу. Преподобного Макария Александрийского. Сейчас я зачитаю. Вот 19 января Макарий Александрийский говорит. Когда есть праздность и леность, то без, в скобочках, туризма зовет странствовать. Как-то можете прокомментировать эти слова? Я до конца не понял. Что он говорит-то еще раз? Когда есть праздность и леность, то демон, в скобочках, туризма, зовет странствовать. В путешественнике. Он делает так, когда на порог лег, ноги вытолкнул. Тебе надо тащить за ноги, а я не пойду. У Макария Александрийского есть такое в его житиях, где больше ни у кого нету. Он видел, когда люди причащаются, а демоны в это время уголь в рот толкают. При счастье ангельской рукой возвращается в алтарь. Вот и теперь освященник стоит и кричит. Кто не причащался? Такого никогда не было. И вот они же заканчивают семинарию. Где они это вычитали, что нужно причащаться каждый день или несколько раз? Прямо совершенно не евангельское учение. Причащались они больше четырех раз в году. Вот старообрядцы все это сохранили. Четыре поста. Как Достоевский говорит, эту неделю мы говели, будучи в ссылке. Говели, то есть усиленный пост, молились, храм посещали. А тут священник стоит и кричит. Кто не причащался? Раз не причащаешься, значит, отлучим. Это новое учение, совершенно не евангельское. Причащие, это бы еще пирожки какие-то. Со страхом Божьим приступайте к этому. И поэтому, если человек ничем не занятый, это Людер Мартин сказал, говорит, хорошая кузница сатаны, тогда он потащит тебя далеко. У него было такое, путешествие искал. Палочки ставил по тыщинке дорогой. А утром проснулся когда в пустыне, а палочки все около головы лежат. Он понял, что дьявол смеется над ним. И бросил палочки эти. У него чудные откровения были. Вот он пришел, когда он открылся. Ну, про него слышали люди. Ну, кто такой? Принял его настоятель, дал ему там вот пальмовые листья вымачиваются. Там запах такой был. И он плетет и плетет. Пошли все на завтрак не идет, на обед не идет. День, два, три, четыре. А они тогда к настоятелю говорят, ты кого принял-то здесь? Ведь с ним рядом-то мы даже не достойны называться. То убери его отсюда. Ревность какая была. До того смешно. А он по неделе, брод, ничего не брал. И работал. Ну, это не подражание, а факт удивления. Как бы метод такой есть. Вот такой ответ вам по его житию. Спасибо, Христос. И у меня еще один вопрос есть. А вот на днях на Ставрополье подростки сожгли на камеру, на видеокамеру Новый Совет. Их задержали по делу об оскорблении чувств верующих. Компания молодых людей отдыхала в Новоалександровке и жарила шашлыки, когда им пришла идея сжечь Библию. Они положили Новый Совет в мангал и, комментируя происходящее, снимали все на камеру. Им грозит до семи лет в колонии. И вот, Игнат Тихонович, как вы на это смотрите? Справедливо им вот это вот? И нужно ли их в колонию сажать за это? Это дешево. Они когда мусульманскую книгу пусть сожгут, это последнее дыхание будет. Когда стали что-то где-то говорить, они сразу посылают своих расправиться. А они не предупреждают, сразу расстреливают и все. Зачем им это делать? Это они люди уже, не люди. И поэтому с позиции неверующих абсолютно хорошо. Они больше этого делать не будут. А у нас хоть что он делает? Женщина идет беременно, а сверху строители смотрят. Они выскочили из кустов, то повалили ее доску, положили на живот и стали качаться. Когда спрашивали, что вы делать, а мы хотели посмотреть, как ребенок рождается. В древней Элладе, в Греции, был случай, когда шестилетний мальчик, как он поймал перепелку и ножницами отстриг ей ножки. Да таких кто сколько угодно. Заседал Верховный суд Эллады. И приговорили к уничтожению его, чтобы потомства не было. И сразу казнили его. Вот тот же день. Как смотрели за тем, чтобы не было разложения. А сейчас хоть что делай? Маме вот девочка вышла, там совсем маленькая. А мальчику 8 лет только он уже изнасиловал. А его судить нельзя. Судить нельзя, а умер пить можно. Главное, везде бьются за порядок такой. А в Чечню, куда толкают людей, сколько погибло, нужны даже никакой нету. Почему ни один правитель в нашей стране, здесь, в Российской Федерации, не борется с абортами? Почему? Каждый день уничтожают людей. 9 лет в Афганистане войска ввели. Настоящая война была. 14 700 человек только погибло. 14 000, запомните. Сегодня без войны. Каждый день 20 с лишним тысяч. За время перестройки 120 миллионов абортов. Это лишние люди были. Это, может быть, новые были гении. И никто не понимает так сильно вопрос. Так где-то так. 20 000 сегодня опять убито. Не повинных ни в чем. Вот об этом Дмитрий Смирнов и говорил. Защиту прав человека надо не с рождения ребенка, а с дня зачатия. Вести по закону. И тогда по-другому будет. Народ-то совершенно другой. Вот мой отец, Тихон Дмитриевич, он пошел на фронт, когда, а уже было двое ребятишек. Мать была на сносях, то есть беременной третьим. Он мне казов никаких не давал. Только сказал, Марья, если аборт сделаешь, домой меня не жди. Да разве? Сегодня он заест, пока она не пойдет, не сделает. Это совершенно другая порода выросла. А сколько у нас? У нашего отца было, он без руки левой, под самое плечо почти отрезано было, под Смоленском потерял в 41-м. Это не про... Я не просто это так говорю. Дело в том, что 12 детей было, 10 живых. И ни одного больного. А жили в огромной страшной бедности. Никого нету больного. Ни идиотов, ни каких-то там оцеребральных, там ничего не было. Совершенно нормальные все пять мальчиков, пять девочек. Живых. Так что тут надо маленько приглядываться. Мальчики, они сожгли. С какой целью? Они не считали. А другой уже будет думать, стоит или не стоит это. Я смотрю положительно на это. Потому что не мы одни. Вот у мусульман, у них если человек шел, в газету что-то завернул, а газета была напечатана, не книга, ну журнал, сказать, церковный. И бросил в урну. Его будут рассматривать как вредителя, как богофольника по особому закону. Но это другая нация. Я не призываю так поступать, как они. Ну и здесь конкретно их нельзя так оставлять. Вот такое мнение мое. Я не знаю, какое их не убивать. Я сказал, что наказать. А как наказать? Я начальник детского православного лагеря, сам создал его. 45 лет директором был. 45 лет. Нигде такой дисциплины не было. Никогда. Подъем общий в 5 утра. Найдите в пионерских лагерях в 5 утра подниматься. Но уже через неделю дети никак не хотят позже вставать. Сколько мы успевали сделать? Дети быстро принимают. И у меня физическое наказание было. И прямо в уставе написано. Ребенка принимаю, родители расписываются, что они не против, если я его накажу. А как? Крапива или сетка, или бежать. У него памяти никакой нет. Я ему память пришил в течение одной недели. Одежду за станом забыл. Играли в футбол забыли. Сели за стол. Дежурный. Бегом ищите, кто забыл. И они сразу знают, Ванькина или Танькина. Васи за стола. Бери над собой, крути, беги вокруг лагеря и кричи. Я забываю одежду за станом. Лагерь стан. А вот сколько не успел, тебе в рот уже не попало. Ты успеешь только к третьему. Все. Парень там купались. И раздевалка. И там лежал пень. И он его пинал, пинал, сказать, эту дверь. Пришли, пожаловались. Валерка. Я спросил, что? Он дурью мучаюсь. Я ему чурку, пожалуй, положил, ногами пинаю и туда кати. А потом обратно. Все, больше он никогда не делал. Тебе нравится пинать? Пинай. Заметили, мальчик один, когда зубы чистят, и там пасту он берет и в рот берет. Я когда узнал, спросил, ты что ее ешь, да? Набрать ему больше. Он один раз наелся и больше не стал. Ну, маленько приглядывает. Приезжает профессор психологии. Все записывает, меня спрашивает, а где вы этому учились? Жизнь, господь. Живут неделю, вторую, и все расспрашивает, где вот. У меня дети не пищат, не жалуются. А где это? Японский культ конзё. Конзё, не стонать и виду не подай, что тебе больно. Вот так. У меня не просто опыт, а громаднейший опыт. Независимо от государства, тысячи детей отдохнули, подняли. В лагере нет возрастной группы. Самый малый был семь месяцев с матерью. А дальше там семьдесят два года бабушка. Могут родители быть. У каждого своя путёвка. Пятьдесят три процента совершенно бесплатно. Старались одежду дать там, билет там купить. И всё. Это ни год, ни два. Я должен был набрать волонтёров, которые с этим порядком согласны. Но наказывать никогда никому не разрешал. Никто не имеет права. Экзекутор только я. Почему? Я иногда заведу его, остальные молятся. И дальше я ему всё показал, не трогай его. Сеткой по голени ищу сапога хлестнул, чтобы слышно было так. А ты сейчас беги, помой лицо. Он боялся. Вот так. Нельзя никак. Это очень ответственно. О, дети, как это понимают. Меня после операции везли из Барнаула, когда они спать отказываются. Ложились-то в 9, тут уже 10, 12 часов. Не ложатся спать, пока не встретят. Видишь как? Вот это последнее качество, привлекательность. Очень трудно даётся людям. И вот сейчас уехали, когда в Грецию, и говорят, что о стране, Советский Союз ещё был. Осталось в памяти это пребывание наше в вашем детском лагере Стане. Вот как. Всё. Я думаю, Игнат Тихонович, что почему дети так вот хорошо всё воспринимали, они, видимо, чувствовали по всей видимости вашу любовь к ним. И ваша любовь к этому делу, к воспитанию детей. Вот говорили, что человек под наркозом теряет память. Ну, куда денешься-то? Меня на коляске привезли. От поднятия тяжести у меня вылезли межпозвонковые прокладки. Три грыжи. Но сделали только одну. Я никому не советую делать операцию. Чуть-чуть нерв заденут, и ноги будут висеть плетью уже, двигаться не будут. Перерезано. Ну, вот меня убедили, я сделал это. И дальше уже, когда разговариваю с людьми, я показываю им, а как вы, когда пришли, куда? Как под наркозом был, я не знаю. Говорили, борода мешают убрать. Я говорю, бороду трогать не можем. А вот сейчас в рот заталкивают шланг, вот как стиральная машина. И туда какой-то газ дают. Ну, и все-то, да ладно, с бородой маленькой я так поднял, кверху они сунули, я потерял сознание. И вот я потерял сознание, я в детском лагере у себя. Солнечный день, сидят на лавочке, где теннис играют, настольный теннис-то, сидят ребятишки, и какие-то молодые люди, ну, прям такие светлые-светлые, как солнечные, и ходят, и что-то детям говорят. Это вот то, что я видел, когда был без сознания. Ну, потом-то я уже понял, что это Господь показывает. Что было в лагере в этот день, занятия, потом узнал. Ну, надо маленько-то приглядываться, и Господь показал. Не беспокойся. А все же, это дети, я за каждого ребенка отвечаю. Ни один не утонул, не обжегся, не потерялся. Сорок пять лет. А теперь в деревню, вот приезжают сейчас и говорят, мы хотим приехать, как можно. Муж, жена, трое или четверо детей. А я вам отдельно домик дам, который уезжает, девать некуда, я покупаю, а если он переезжает сюда, я бесплатно тебе дома раздаю. Иначе они просто были бы брошены, стояли, и у человека выбора нет. А недруги-то начинают, тогда теперь уже, я купил их за деньги. А они у меня на исчезать ему-то, недруги, которые там же живут-то, перепродали другому, а тот и жить не думает. И что вы? Ничего. Я сразу оттуда уйду, только заберу, что у меня там есть. А почему? Это награда Божья. Я молюсь только, что Бог благословил их. Они ничего не знают, они плетут венец. Радуйтесь и веселитесь. Это 10-я заповедь, не пожелая чужого дома. Ну вот так. Мне со временем врагов посчитали в прошлом году только. У меня за черный список было занесено 14 тысяч. Каждый день. Вячеслав на контроле держит. Я несколько раз проверяю. Со всех сторон, со всего мира. И что я его блокирую, никакой результат не приносится. Они опять тут же открывают, и все. И говорят, такой бред, ну ничего нельзя отвечать. Я никому не отвечаю. Когда спрашивают, как с вами навстречу, тогда я скидываю данные, которые есть у меня. Как зайти сюда по скайпу, поговорить. А больше ничего. Бывает, так, книга спросят. А что говорить-то, когда у него не все на месте? Слушаю. Игнатий Тихонович, мир вам. С миром. Игнатий Тихонович, слова... Сейчас найду. Брагаузена. В главном единство, во второстепенном свобода, во всем любовь. Я думала, это местописание. Вчера искала, 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 не нашла. Это, говорят, первый Тартулян сказал, а потом Блаженного Агустину. В главном единство, во второстепенном свобода, а во всем любовь. Хорошо? Надо объяснять. Главное, что спасение, рождение свыше, водительство Духом Святым. Вот все. Это самое главное. Тут у нас должно быть единство. Второстепенное, оно и есть второстепенное. Все остальное уже, может, вот баптисты приходят, но я все принял, но не могу никак понять, почему я должен молиться там святым. Никто не заставляет, только против не говори. Это второстепенное. А вот мощи, как смотрите, мне смотреть не надо. В силе остается прах, то и в прах возвратишься. Не в мощи. Это не в антименции, не в кресты, в прах. Я настаиваю, что все надо достать, где мощи, и торжественно похоронить. Так вы их не признаете? Как не признаете? Где я бываю? Там Сергия Радонинская, там в лавре где. Я подойду, поцелую это стекло, там поклонюсь, попрошу помощи у святого. Но я согласен, чтобы их не было. А новому человеку, который строево это удерживает. Вот, допустим, мусульман, мы многих теряем. Мы не можем уступить учтению троицы. Их вот это больше всего соблазняет. Относительно икон. Я думаю, здесь нужно придерживаться, вот, Лев, кажется, и Саврянин был, его обвиняли иконоборчесть. А он говорит, нет, я за иконы, но таких надо поднять побольше, чтобы люди не шарились по ним. Сегодня говорят поцелуй, они целовать-то не умеют. Поцелуй, лбом вот так вот, лбом бодается. Ну, мы когда целуемся, лбом друг друга же не бьем. А это поцелуй. Ну, на все надо смотреть, не лиши меня разума. Еще особенного нет, я скажу, которые прямо афоризмами делают. И еще один вопрос, Игорь Тихонович, я сегодня в Салматовиде встретила слова, рядом они стояли, нищий и убогий. Я раньше думала, что убогий, это и есть нищий. Они рядом стояли. Что значит убогий? Убогий, это человек малограмотный, или больной, или кособокий, убогий. Нищий у него, богатый был, он внезапно, как вот, Игорь встал, самый богатый человек Востока. А убогий, то есть, больной, не немощный. Это убогий означает. Человек этот убогий, не хватает в разуме у него, в действиях, рука вывернута какая, это убогий человек. Вот так. Благодарю, Игорь Тихонович. Аллилуйя. Что, никого больше нет? Все? Все, говорит, хвосты подобрали. Хвостами называется неизданные экзамены. Игорь Тихонович, всегда назначатель, раз все молчат. Пахасят. Я хотел спросить, английский язык кто-нибудь владеет тут у нас? Николай Астахов, кажется, владеет. Николай Астахов. Не знаю. Вот Мельшиков был, тот знает. Ну, просто вопрос маленький задать. Слово корс, что означает? Если человек знает этот язык, он сразу скажет, а в какой области? 18 значений. Маленькая звездочка у офицера морского неизданные экзамены, прямое направление, курс, это все корс, одно слово. Поэтому я вот разговаривал, у немцев говорил на немецком языке проповедь, в немецком собрании, там считали, что у меня голдойщ, литературный язык. А я знаю, у меня очень маленькие знания. Настоящее знание. Вот я с немцами говорю, они уехали, рожденные, здесь говорят по-немецки. А уехали в Германию, живут сколько, приезжают, и я их пытаю. Вы все переводите? Ну да. Ну я говорю, давай попробуем. Как ты будешь переводить? Вот скажи так, не играй с огнем, переведи. А он начинает шпалить там я говорю, нет такого выражения, тут надо знать как. У них так маленький не рисуй, чертиков на стене. Вот допустим, человек, а ты на чем приехал? А у русских говорит, да на своих двоих. Это означает, пешком пришел. Вот на своих двоих им очень трудно переводить. Он начинает тогда, он зайный там и говорит, нет, а у шуста раппан. Это знак равенства стоит, но у них не переводится это, надо запомнить. и таких выражений очень много. Дитя не плачет, мать не разумеет. Это как-то Хрущев говорил там, вон когда был, а если они пойдут на нас, мы им покажем Кузькину мать. Вот пусть переводят мать Кузьмы, они не переведут никогда. Это у русских Кузькину мать, это значит плохо тебе будет. А где? Да далеко, где Макар телят не пас. О Макаре тут речи нет. Это выражение такое, которое без Макара обойдется. А я их пытаю так, скажи предложение такое. Коршун поймал суслика, но ястреб отобрал его, ни один не может. А как коршун? Я говорю, габерт. А ястреб? Я говорю, гайер. Так я одного дня там у них не жил. Как же вы живете-то? Вот, надо знать все. Поэтому я там, который в академии учились, в армии был, я переводы делал для офицеров. Но я всегда знал, мои знания крайне ограничены. Почему? Потому что надо два часа в день считать на том языке и быть там. И когда говорят, вот Кузнецов один в поле воин, он так одеться, не верить в это. Вот у русских почему буква ее потерпела к такую катастрофу? Ее кто арестовал? Нету нигде, даже в Библии. Нету. А сколько таких? Слов-то, где надо ее или е? Даже русский человек не может понять. Уже с разгона только. Я думаю, это сделано для того, чтобы шпиона переловить. Если он учил где-то за границей, ему никогда правильно не сказать. мое, твое, все, все или все. А там написано буквы Е нету. И человек считает все или все. Это надо знать, как разговариваешь. Ну и хорошо. Давайте молиться будем. так. А Виталик Калиников здесь? Что же молчить-то? А Елена Бителева? А ее нету. Елена Щиркина? Я ей. Ну, братья тут, что там, Христос воскресе пропоет. И вы поблагодарите Бога своими словами, краткой молитвой. В конце обязательно прославьте Святую Троицу и громко скажите Аминь. Кто с ней согласен, все говорите Аминь. Это ваша молитва делается. Я сегодня просил за нас молиться. Мы были в отделе юстиции Краевом. Ну, там, где прописаны были, наша община, ее снесли в барак. Теперь туда, где мы живем. А это, оказывается, не просто так. Надо провести общее собрание там, ну и все такое, значит. И у нас приняли очень хорошо. По-домашнему прямо. Ну, с Богом. во имя Отца и Сына и Святаго Духа Аминь. Ангел, Лапияши, благодать нечистая Дева, радуйся и по Кирику радуйся. Твой Сын воскресе в предневе над гроба и мертвые воздвигнули и люди веселитесь. Светися, светися в Новый Иерусалиме. Слава Бога Господня на Тебе воссия. Иерусалиме и ныне веселись сегодня. Ты же чистая красусь Богородице о восстании Рождества Твоего. Отец Небесный, наш милостивый Господь, благодарю Тебя за собрание наше, что мы собираемся изучать Твое Слово Божие. Благодарю за светлое воскресенье, что Ты послал Сына Своего Единородного для нашего спасения, умер за нас и дал нам жить вечную. Помоги нам не отпасть от Твоего спасения, да будешь прославлен Отец и Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спаси Христос. Братья Теста Готовьтесь. Аминь. Аминь. Спаси Аминь. Спасибо.